так девчонки всем привет коротенькая очень коротенькая планерочка такая ответ на несколько на вопросы которые в основном сейчас задают новички идет третья неделя каталога надо всем подтянуть хвостики всем 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 абсолютно но это сейчас разговор не об этом смотрите приходят новички задают одни и те же вопросы прежде всего сколько делать веточек у меня есть на канале мой прям плейлист и плейлист и там есть ролики у меня записаны ролики как мы строим структуру насколько это выгодно как надо строить две ветки метод 10 регистраций там короче все это есть заходите смотрите что хочу сказать вы сами решайте две ветки вам строить когда вы приходите или три но я просто советую это опыт лидеров и это опыт наших директоров и это советы наших директоров для начала мы строим только две ветки мы не распыряемся ни на третью не на четвертую почему сейчас объясню почему смотрите две ветки вывести на директор на директорский это голый золотой директор у вас нет пг нету пг пг это когда две ветки уже вышли на директорский а у вас еще в третьей веточке там 3 4 кто то есть но смотрите чем это выгодно золотой директор даже если это просто голый золотой директор как мы называем да то есть две директорские ветки без персональной группы больше ни одного ни одного человека только две директорские ветки это голый золотой директор смотрите голый золотой директор и это у У нас пассивный доход. Мы называем это рефлеймовской пенсией. Это наша пенсия. У всех она будет разная. Потому что вы сами понимаете, что наша зарплата идет от товара оборота. Если, например, у одного золотого директора, допустим, товар оборот будет, ну, например, в каждой ветке будет по 10 тысяч баллов или по 15 тысяч баллов. У одного директора, допустим, по 15 тысяч баллов будет в двух ветках. У него будет одна зарплата. У другого золотого директора будет по 10 тысяч баллов в двух ветках. Насколько меньше, понимаете? То есть у него будет абсолютно другая зарплата. Никогда не бывает в нашем бизнесе одинаковых зарплат. Все зависит от товара оборота. Но, но, суть не об этом, разговор не об этом. Смотрите, в чем суть. Голый золотой директор – это пассивный доход. То есть это тот доход, который вам будут выплачивать в любом случае, даже если вы бросите работать. Понимаете? Вам всего лишь нужно будет делать заказы. Все. Вы бросили работать, вы больше не рекрутируете. Но вам пожизненно идут деньги просто за то, что вы делаете заказы. У кого-то это будет 20 тысяч рублей в каталог. У кого-то это будет 30 тысяч рублей. У кого-то больше. Но это будут ваши деньги, которые вы будете получать на руки. Согласитесь, иметь даже 20 тысяч рублей зарплаты, каждый каталог – это о чем-то говорит. Тогда уже можно получить эти 20 тысяч на руки. Не сидеть на шее там ни у семьи, ни у мужа. И строить, продолжать следующую ветку на старшего золотого, следующую на сапфирова и так далее. Согласитесь? Вот почему мы всегда говорим, допустим, я всегда говорю, строим только две ветки. Иногда получается три. В крайнем случае, когда мы две ветки ведем по России, одна веточка идет, допустим, по Украине, либо по Белоруссии. Но это другой вопрос уже. По России, когда мы приходим, мы начинаем строить две ветки. То есть мы регистрируем человека в общую веточку. Это одна общая ветка этого новичка со своим спонсором. Но через какое-то время, допустим, каталог 2, человек начинает вторую ветку свою вести. Все, две ветки. Две веточки доводим до ума. Начинаем получать денежки на руки. Любые, даже 20 тысяч – это деньги, согласитесь, в наше время. А потом спокойно себе работаем, ни от кого не зависим. Спокойно получаем свою зарплату. Выкупаем свои заказы на свои личные деньги. У нас скидка там большая уже и так далее. То есть мы ни у кого не просим, мы не отрываем от бюджета семьи. И спокойно работаем дальше. Вот почему мы так советуем. Это первый вопрос. Если непонятно, то будем его обсуждать дальше. Можете писать в личку, можете в чатах писать в наших. Смотрите, сейчас идет лето. Лето, ну, в принципе, почти в разгаре, можно сказать. Сейчас все на курорты едут и так далее, и так далее. Летом все равно все люди сидят в интернете. Это раньше. Интернет был только в ноутбуках, там в компьютерах и так далее. Человек выходил из дома, и он был не в сети, да? Он пропадал. Сейчас получается у всех в интернет, интернет в телефонах. Все вот едут куда-то на море отдыхать, и они все равно все сидят в интернете. Поэтому летом мы рекрутируем. Летом нужно рекрутировать в два раза больше, чем зимой, весной и осенью. Понимаете? Летом. Именно летом приходят те люди, которые потом впоследствии становятся ключевыми партнерами. Именно летом на наши объявления откликаются те люди, которым реально нужен доход. Те люди, которые реально ищут доход и которые нас слышат и услышат то, что мы им говорим. Понимаете? То есть летом мы руки не опускаем. Летом обычно всегда немножечко веточки все команды провисают. Чуть-чуть. Потому что в каждой команде есть люди, которые не бизнес-партнеры, а которые только потребители. Это в любой команде есть. И в нашем бизнесе это очень-очень нормально. Это абсолютно нормально. И мы таким людям только рады. Есть люди, которые приходят к нам на потребление и на всю жизнь остаются потребителями. Потому что им выгодно иметь собственный интернет-магазин и заказывать там со скидками громадными. Им не нужен бизнес, их не интересует дополнительный доход. Но продукции, они наши верны, они доверяют компании, они доверяют шведскому качеству. И эти люди иногда, бывает, летом не делают заказы. Они уезжают куда-то в отпуск и так далее. Понимаете? А так как в любой структуре таких людей много, за счет этого веточки провисают. Но эти люди возвращаются осенью и мы идем дальше. Понимаете? То есть летом мы обязательно работаем. Смотрите, сейчас такой пример приведу. Я не помню, чью историю успеха я смотрела. Мужчина рассказывал. Они купили дом. Большой дом, он был абсолютно, был только сруб. То есть в доме ничего не было, они там спали практически на матрасах на полу и так далее. И они занялись женой сетевым бизнесом. И они стали собирать, но они работали на земле, они работали оффлайн. Они стали собирать команды у себя дома. Потому что дом был большой, но он, естественно, был неблагоустроенный, само собой. И когда они ассоциировали себя сразу, лидерская позиция у них была, они знали, куда они пришли, у них были цели, мечты, планы и так далее. И они собирали свои команды, свою команду, они собирали у себя дома. И когда приходили вот эти люди, некоторые, некоторые не понимали. Боже мой, вы вроде как директора, да? Вы вроде как нас зовете там светлое будущее, жить хорошо. Вы посмотрите, как вы сами-то живете. Он молчал, ничего не говорил. Прошло два года. И он потом рассказывает свои истории успеха. Мы жили вот таким образом. Мы всех себя отдавали работе. Прошло два года. У нас появился стабильный хороший доход. Мы наняли людей, наняли. И нам за два месяца из дома сделали игрушку. Понимаете? Вот, допустим, на собственном примере могу сказать, что если ты живешь вот так в своем доме, да, дом построил сам. Постоянный ремонт. Это постоянный ремонт. То есть нет такого года, чтобы ты чего-то дома не делал. Не доделывал, доделывал, доделывал и доделывал. Поэтому, знаете как, каждый человек расставляет приоритеты сам. Кто-то приходит, и он не может отвлечься от каких-то домашних забот. У него очень много времени занимают домашние дела. А на работу остается времени немного. Такой человек, он тоже растет, он тоже замечательный человек. Но он растет медленнее. Потому что в приоритете у него дом. У него дом, домашние дела, то есть он не может это бросить. А у другого человека, у него настолько сильное стремление, как можно быстрее начать жить лучше, как можно быстрее начать зарабатывать хорошие деньги, что он плюнет на год-два на вот это все, на вот это все. И начнет зарабатывать. Начнет строить свою организацию. И когда он начнет зарабатывать деньги, он реально нанимает людей, нанимает домработницу, которая приходит, убирается у него раз в неделю в доме. Он нанимает людей, и ему за пару месяцев из дома делают конфету. Поэтому и тот человек хороший, и другой человек хороший. Мы все люди разные, у нас у всех разные приоритеты. Так что, девчонки, в общем, очень коротко, очень коротко, это вот именно те мысли, которые мне сегодня захотелось до вас донести. Все, я отключаюсь. Всем пока-пока. Вопросики можно писать в чат, сейчас я в чатике скину, и в общалочку в нашу WhatsApp, и в Telegram часики я сейчас скину вот это вот коротенькое видео. Смотрим, смотрим, задаем вопросы. Ну, я думаю, что я понятно рассказала, но тем не менее. Жду ваши вопросики. Все, девчонки, всем пока. Спасибо.